Кстати, многие мне писали, что будет куча пыря. Ребят, за неделю просто весь запылился. И многие говорят, что будет слушан шум, типа, работы вентиляторов. Все вообще фигня. На самом деле, довольно-таки спокойно все это дело воспринимается. Ну, смотрите, сейчас такой живой эксперимент. Компьютер в выключенном состоянии. Ну и просто что, включаем. Здесь, прежде всего, сейчас он разойдется. Не так, что это и сильно. Короче, как-то так. Нормально. Вроде только новое рабочее место, но уже настало время его улучшать. Тем самым, что мне не дают покоя черные провода, да, которые остались от блока питания, вот эти вот. Потому что все, что продают на рынке, вот эти вот белые, это, короче, все удлинители, представляете, ребят? И очень большая проблема в том, чтобы вот эти провода, именно, которые модульные, да, вставляются в блок питания, чтобы они изначально были белые. Смотрел, смотрел, вообще таких не продают. Можно кастом заказать, но там что-то цена выходит вообще, типа, запредельная на самом деле. Вот, можно создать за кастом, на вид посмотрел. Короче, геморр еще тот. В итоге ничего я не нашел лучше, чем, представляете, купить блок питания. Не самый дорогой, не самый бюджетный, но чтобы он был модульный, здесь белые кабели в комплекте. Я их вот отсюда возьму. Блок питания взял тоже 850, но я его ставить не буду, потому что здесь у меня стоит Корсаровский, тоже на 850. Ну, очень дельный, хороший, здесь, кстати, вертушка вообще работает только, когда он под супер-мега-нагрузкой. Взял какой-то вот, на Озоне нашел GameMax, тоже на 850 с RGB-шной подсветкой и так далее. Но я его оставлю про запас, либо соберу на нем еще один компьютер. Не знаю, может потом соберу, может потом продам и так далее. Короче, блок питания лишним не будет, как запасной. Поэтому сейчас что делаем? Вот это все снимаем, выключаем, достаем отсюда белые провода, которые идут в комплекте. Снимаем нафиг все, вставляем свои белые провода, будут белые провода здесь. Саташники красные буду заменять на саташники белые, тоже их прикупил. Кстати, скажу вам, не дешевое удовольствие вот эти вот такие саташки в оплетке. Они стоят практически по 500 рублей каждый, офигеть. Взял прямые без этих Г-образных и так далее, потому что они мне не нужны, нужны просто прямые. Вот, значит, вот эти белые удлинители остаются на месте. По поводу видюхи не знаю. Вот здесь вот вопрос такой, знаешь, это 2080 Ti. В принципе, я ее менять не собираюсь. Кстати, сделал такой режим, чтобы она постоянно крутилась. А то она постоянно, знаешь, так заводится. Ну, не то, что она шумит. Ну, короче, меня бесит, что она постоянно, знаешь, она стоит в простое, там, где-то 60 градусов, сколько там, 50 настаёт, она подкручивает их. Я включил их на постоянку. Красит ли корпус этой видюхи или не красит белой? Потому что покрасишь, и, скорее всего, потом ее, фиг, ее, даже, вот, фиг, продашь на Авито. Потому что не всем нужна кастомная какая-то белая. Вот, поэтому я пока что-то в замешательстве. Стоит, не стоит, или потом вообще подождать и уже в будущем прикупить себе белую видюху, может, там, 30-я серия. Не знаю, мне там прям 40-я не нужна, потому что я не настолько прям супер-мега там, поэтому задрот. Так, пришел белый HDMI, так что белый HDMI здесь заменим. Угловой такой U-образный пока еще идет. Вот эти все провода тут будем вытаскивать. И пришел ко мне, представите, белый дисплей-порт, но оказался он косячный. Вот, видите, пришел, а он здесь, короче, изначально разбитый. Но смысла такой оставить нету? Нету, вот, потому что его вставишь, а потом отсюда его не вытащишь. Вот, придется его сдавать и новый заказывать. Короче, как-то так. Поэтому оформляю возврат. С другой стороны, если так подумать, то можно вообще было этот блок питания не красить, но я что-то, я об этом не подумал. Я-то купил удлинителя, а вот этих проводов не было. И вот чисто это мне не дает покоя, потому что вот мне хочется. Можно и так все оставить, но мне хочется, чтобы они были белые. Вот не знаю почему. Поэтому пришлось заказать чисто вот белые. Здесь, видите, в комплекте как раз белая проводка. Это тоже интересно. То есть они все делают белым, но почему-то кабель кладут черный к нему. Ну, тоже такая система. Я вот себе белый кабель купил. Питание. Окей. Ну, тоже, видишь, белый, там с подсветкой, все дела. Черный кабель. Ну, такой себе. Это что такое? А, это это. Чтобы подсветку врубить на материнскую плату. Понятное дело. Вот. Вот то, что мне нужно было отдельно. Отдельный фиг найдешь. Вот реально отдельный, ребята, не продается. Я не нашел. Вот именно, чтобы они, чтобы это были не удлинители. Да, вот вот, кажется, Люк себе придумал заморочек. Ну, да. Просто хочется доделать все до конца. Вот, чтобы было все как мне нужно. По поводу охлаждения. Пока оставим так. Здесь я, кстати, еще не протер. Это еще от того, что когда вот он с этой стороны вертуха стояла. По поводу пыли, ребят. Это все фигня. Потому что в корпусе, когда он стоит на полу, намного больше пыли. То, что вот здесь вот он просто в открытом стенде находится. Ничего страшного с этим нет. Вот, скажете, заморочки, конечно. Только здесь все, конечно, на хомучках скрипел. Все приходится опять отстегивать. Вот. Все вот. Все только вот потому, что меня черные провода что-то смущают. Ну, понемножку, полегонечку. Так, дойдем до всего белого. Как-то так, короче. Ну, что по итогу. Ребят, накосячил я с блоком питания. Я, на самом деле, был уверен, что все вот эти вот разъемы, коннекторы, они все одинаковые. А нифига. Получается, в корсар подходят провода с разъемами. Они чуть-чуть отличаются. Типа, знаешь, не квадратные, а овальные и так далее. Вот. И вот эти провода белые взял. Они в корсар только от материнки входят, а все остальные, короче, не подходят. Пришлось этот блок питания ставить. Ну, что. Хорошо, что взял не самый плохой. Тоже 850 ватт. Ну, этот поставил. Ну, конечно, так, мне кажется, более в картину мира вписывается. Сейчас я буду все вот эти вот провода убирать, потому что вот белый HDMI пришел. Плюс вот этот вот Type-C. Вот, смотрите, какая финтифлюшка пришла. Кстати, из-за рубежа. Вот. Такой вот Type-C, типа он для игровых этих портативных консолей используется. Вот такой вот он, E-образный. Соответственно, вставляешь и туда вот. Назад он будет кабель этот выводить. Вот. Ну, окей. Вот. Обычного нету. Вот такой вот он супер-мега крутой. Ну, конечно, там для всяких Steam Deck'ов и так далее он подходит. Переходник на HDMI U-образный пока ко мне еще едет. Значит, HDMI белый есть сюда. Но DisplayPort заказал чуть попозже придет. Что еще из интересного? Значит, здесь можно было подцепить на материнскую плату. Я в прессе сделал, но мне что-то управление не понравилось с матери. Вот. Я ставил RGB-шку только здесь. И управление там, конечно, происходит здесь снизу. Там разные режимы. Короче, есть вот такие. Ну, короче, разные. Как вы поняли, да? Вот. Нажимаешь. Они переключаются. Я себе решил оставить просто статичный без всякого дыхания. Потому что здесь еще, смотрите. Вот такие вот они. Типа дыхание всякие. Синенький и так далее. А мне нужен просто статичный синий. Конечно, где-то вот он. Ну, вот такой вот он. Ну, окей. В общую картину мира вписывается. И, наконец-то, ко мне пришел удлинитель. Вот такой вот. Который Type-C на Type-C. Чтобы мне с материнки вот здесь Type-C-шку вывести на рабочий стол. Вот. Чтобы туда подключать. Где он? Воу. Такую штуку подключать. Здесь, короче, 3.0. Здесь еще Type-C-шка есть. Картридер и так далее. Вот такая штука будет у меня. Не знаю. Где-то, может, я ее вот так вот спрячу. Или куда-то, может, прицеплю. Ну, короче, чтобы мне ни в ком вставлять всевозможные там вот эти, короче, этот токен, который там для подписи и так далее. Вот. Потому что отдельно у меня был всегда картридер вот такой вот. Я тоже от него избавлюсь. Будет вот одна такая штука. Но чтобы это все вот здесь вот не висело. Видите, так вот. Полтора метра. Кабель, кстати, тоже непростой. Вот стоит 1600 рублей. Дешевле просто не найдешь, потому что нужно взять не обычный удлинитель Type-C. Ну, типа для зарядки. А нужно брать, который быстрый, USB здесь, быстрый, чтобы все вот эти USB 3.0 и так далее, все они не захлебнулись. Вот поэтому вот кабель тот, который нужен. Короче, такая вот удлинялка. Ну, черного цвета, белого просто нет. Ну, и фиг с ним. Белый я просто хотел, чтобы мне вот здесь вот тот кабель не было видно. Он чуть попозже придет. Ну, все, что. Удлиняем, и можно будет вот это все прибирать. Так что, нормально. Сейчас вот это поставлю. Смотрите, какая разница будет. Большая. Оу-е. Ну, это намного лучше уже выглядит, чтобы он сюда не торчит. Осталось дождаться только, ну, вот это я сейчас тоже все вот сзади буду, короче, убирать, собирать в косички и так далее. Переходника на HDMI, чтобы то, что назад выводил, чтобы вот здесь вот ничего не висело. Ну, так вот практически финальный вариант. Ну, и снизу тоже там все в одну штуку будет. Вот, все, короче, делаю вот это, вот это, чтобы, конечно, было удобно. А потом, что думаю, стримдек подрубить. Это, короче, вот эти маленькие экранчики, которым можно программировать, типа кнопочки. Здесь управление. Можно и подсветкой сделать, и запуск приложений, и мультимедиа. Хотя, не знаю зачем, потому что вот у меня на клаве, в принципе, все это дело есть. Либо я думал, что можно будет, как-то прикольно, может ее сюда закрепить. Хотя, она, блин, черная. Ну, короче, какой-то прикол с ней сделать. Пока еще, не знаю, привез. А вот пока еще применить, не знаю как. Но пока что собрал все провода вот в одну штучку. Отдельно вот покупал, ну, не знаю, органайзер для проводов это называется. И вот такая еще штука, очень прикольная. Тут, конечно, провода в центр вставляешь, а потом так, брыжик, они, типа, там закрываются. Вот, отрезал сколько нужно. Пока что вот здесь вот так вот пропустил, чтобы вот не совсем замуровывать. Пусть пока так висит. Потом, наверное, может в середину повесить вот сюда, чтобы симметрично смотрелось. Сейчас буду, значит, внизу вот эту вот розетку вешать, наверное, вот так. Вот так вот, на вот эту вот ножку, чтобы ее меньше было видно. А вешать ее буду не навсегда. Вот купил такие штуки, короче, вот так вот она съезжает. Одна часть крепится, соответственно, на вилку, точнее, ну, конечно, на тройник. Другая на саму ножку при помощи вот таких двухсторонних скотчей. Вот, потом просто так берешь ее, снимаешь и все. Что у меня получилось? Давайте покажу. Пока это тоже не финальный вариант, потому что есть что еще додумать. Короче, по креслу, кстати, могу сказать, что уже сколько время сижу. Очень прикольное. Мне нравится, что вечером можно, ну, есть механизм наклона, но он не фиксируется. Ну, то есть ты типа развалился. Сейчас я, конечно, так не нагну. Вот, ноги туда запрокинул. Вот, сидишь, смотришь, когда уже все спят. Отлично. По поводу кабель-менеджмента. Вот, теперь мне вот эта штука здесь не нужна сверху. Вот этот токен, чтобы... Здесь, конечно, USB-шки, вот они есть, но они типа вот, видишь, они там сверху идут. То же самое вот картридер, я сейчас пока все это время туда вставлял. Все, теперь мне это больше не нужно делать. Знаешь, здесь у меня вот тайп-сишка выводится вниз. Давайте я вам снизу покажу, что получилось. Я еще хочу сюда заказать, знаете, есть не вот такие вот, не металлические штуки, а в распорке на четыре сетка типа идет. Вот, здесь еще будет сетка, куда можно под сетку что-то, ну, например, там, не знаю, роутер положить. Потому что вот у меня роутер, а из него кабелем типа комп подключен. Вот, хочу такую вот сеточку сюда заказать. Здесь вот, что, от подсветки только идет, да и, в принципе, и все. Здесь решил на ножку не делать, сделал сбоку, ну, вот, насколько есть. Вот такая вот розеточка. Ну, тут, конечно, если так присматриваться, вот кабелечек торчит, но для меня это сейчас не критично. Окей. По поводу вот этого удлинялки Type-C, очень удобно она с ее вывелась. И вот теперь о чем думаю. Вот есть у меня теперь здесь быстрые USB-шки. Ну, плюс я не знаю, еще доп-монитор можно вывести, это ни к чему. Ну, плюс сюда еще можно подцеплять, к примеру, заряжать телефон, кстати, и попробуем. Интересно, будет отсюда заряжаться или нет. Ну, или вообще подключать, не знаю, по Type-C сюда. Вообще, по идее, должен, потому что это и Power Delivery, зарядка типа для ноутов, и так себе. Типа есть дисплей, но он не особо мне нужен. Главное, есть картридер для работы. Вот, еще один USB. Я сначала думал, что он может вывести как-то его вот сюда, вот, а потом что-то, знаешь, так придумал, что, смотрите, идеально. Мне кажется, можно его, блин, что-то я его сейчас запутал. Вот таким образом назад прикрепить, провода спрятать, во, и вот так вот он будет. Вот сюда, короче, можно вставлять, видите, он как черный, вообще прикольно. Вот сюда вставлять карточку памяти, да, в принципе, все, а если какая-то нужно, вот сюда USB вставил, и все. Да, здравствует. Вот, и с другой стороны, USB-шки. Только надо что-то такое придумать, чтобы его тоже так, типа, снимать можно было, наверное. Потому что вот до этих USB-шек дотянуться, я же тут это, вот здесь-то их не вставлю, надо как, чтобы он снимался. Можно, конечно, сделать его полностью под столом, вот. Ну, да, это неудобно будет эти карты памяти вставлять. Можно вот сюда сделать. Ну, не знаю, здесь что-то... Мне кажется, вот здесь вот он больше как-то выглядит, чем... Притом здесь, еще, видите, вот сюда можно прикрепить, а здесь она тоненькая. То есть, то, что, как бы, так не пойдет. Можно дисплеем вот так вот сделать. Ну, короче, я пока вот так вот в свободном доступе оставил, вот, не знаю, что подскажете. Хотя, я думаю, что я, в любом случае, сам, конечно, до этого ДПРУ, вот. Конечно, надо его куда-то вот, скорее всего, вот сюда вот прикрепить. Будет идеально. Сейчас, конечно, попробую, будет ли здесь телефон заряжаться и насколько быстро. Ну, что, дамы и господа, я, кстати, немножко побрился уже через несколько дней. Хочу вам сказать спасибо, что досмотрели. Все, рабочее место, по крайней мере, собрано. Все отлично. У нас тут еще, видите, небольшая перестановка. Вот уже собрали пеленалочку, там, утилизатор подгузников, конечно, так все попереставляли. Вот, короче, движемся, движемся вперед. Вот, рабочее место рабочее. Отлично. Понемножку буду улучшать. Вот. Самое главное, что у меня есть где присесть теперь по вечерам. Если там стримы, то на кухню привезти. Вот. Ну, а дальше посмотрим, что будет. Все. Давайте, с вами был Варя. До новых встреч. Пока, ребят. У-у-у.